ну привет москва очень приятная погода 23 градуса не жарко не холодно мама моя привет скажи оттэ москве а а вам давай мне сумки спускаемся в метро очень быстрый эскалатор а а мусова а а а а а а вот это шум я понимаю метро а а а а а а а это прям как в детстве в моем моем прям такая ностальгия ностальгия ассортимент не менялся 30 лет мы на повелецком вокзале нам у нас два часа до поезда и мы хотели сдать чемоданы в камеру хранения цены просто какие-то космические мы решили на короче час на час чтобы сдать 750 рублей стоит вышли на улицу подышать воздухом и ни одной лавочки нет вообще ходим как скитались какие-то даже присесть негде что грустишь домой хочешь уже вы наверное спросите почему мы не сели в самом здании просто там была такая духота что мы чуть не потеряли сознание в прямом смысле после 9 часового перелета и крутой смены часовых поясов мы были ужасно измождены как в принципе и большинство других пассажиров вообще повелецкий вокзал это какой-то лагерь для пыток он грязный он темный душный никакой без барьерной среды один туалет на весь вокзал этот вонючий и платный в зале ожидания голуби кружат прямо над головой сейчас я знаю полетят меня все тапки но вся вот эта московская транспортная система начиная от аэропорта и заканчивая метро это совсем не самый лучший способ знакомить приезжих гостей со столицей люди вот так вот просто ходят на ступеньки садятся о мама предусмотрительная о мам ты ее не поднимешь она больше тебя весь ангелина ты все обтерла локтями все усадила внучек такое ощущение что мы уже в воронеже как будто мы не в москве повсюду курят на улице прям люди у нас запрещено и как еще раз стал зачем зазывал и хватает также как прошлый раз мы были такси и такси автобус кричат все непонятно почему таким способом на автобусы как вообще все это работает система пойдем к такси автобусы и дядь то широк такси на нас а ангелина чего чулок и со ссори 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 ммм ммм со временем уже третий час ночи и мы конечно очень устали в самолете не спали нифига ангелина китча чуа чемисса нравится в поезде но хоть где-то детям по душе еле затащили да она боялась а ты тоже молодость вспомнила вориль ты киона чуваки чая 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 а че 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 типо вайф able здесь есть не знаю мы не в аэропорту ни ни в каких электричках нигде вайфою у нас не ловил вообще а здесь вот написано что есть попробуем здесь поймать вайфай до папе написать надо что долетели У меня сил нету на ням-ням, Ангелина. Классика жанра. Традиции, да? Неизменные традиции. Чай с подстаканниками. Российские железные дороги. Да. Девки там. Софья отрубилась, Ангелина. Ой, вкусный. С лимоном. К сожалению, едем ночью, ничего не видно в окошко. А утром рано уже приедем. А так я люблю в поезде смотреть в окно. Ангелина попросила булочку утром. Мы вот в поезде. Утро сейчас 5 часов утра или 6, да? 6 уже. Попросила булочку, она просто каменная. На, Ангелина. Ангелина. Она реально, на нее можно наступить, и она даже не сомнется. Просто камень, просто камень. Я не знаю, сколько лет они тут лежат. Это вот такие вот бесплатные завтраки выдают в поезде. Какая-то печенька или что это. Йогурт, который без холодильника хранится. Видите? Продукт даже йогуртный. Даже не йогурт, а йогуртный продукт. Мне интересно, кто-нибудь вообще рискует это есть здесь? Или это так для красоты стоит? Ну, ничего, мы выспались хорошо, да? Интересно. Джемисуки, что? О, ну все, слава богу. Вот такой это новый вагон сейчас, такие стали делать вагоны. Новый поезд. Как он, мам, называется? Фирменный? Фирменный поезд. Его объявляют прямо на вокзале. Фирменный поезд. Восква, Воронеж, рентагонишь. Скажи, сколько стоят билеты? Ой, молодец. Весь наш пир тут с деревянными булочками. Наш 3 900 взрослые. 3 900 взрослые? Ага. Это сколько долларов? Пятьдесят? Семьдесят? Ну, подожди, получается где-то шестьдесят. Шестьдесят долларов, да? А детские? Верхние булки дешевле. А, да? Ага. Надо же. Надо было только верхние брать в соседнем купе. Софьи. Три тысячи. Три тысячи девяносто, что ли? Ага. На девятьсотрублево дешевле. А на детей скидка есть? А детские, да, скидка. Билеты-то она забрала. Около двух тысяч, по-моему. А, да? Ну, нормально. Ты меня прям напугала вчера, как на самолет. На самолет мы пять тысяч долларов заплатили. А тут по пятьдесят долларов. Нет, тут смотри, какой самолет. До Москвы едем. А, ты имеешь в виду до Москвы? Вот, видите, дождик. Тут деревенька какая-то, да? Это поселок. Наверное, уже подъезжаем к Воронежу, нет? Ну, это скорее уже Воронежская область. Область какая-то, да? Да, это уже Воронежская область. Угу. Вот так вот и ползем. И он что-то стоял. Я вот спала. Я помню, он больше стоял. Нет, не один раз. Постоянно стоял. Не один раз постоянно стоял. Встречные поедали. Вот так вот едет, едет, едет. Встал на полчаса. Опять ползет, ползет, ползет. Встал на полчаса. Поэтому так и долго, целую ночь. А так-то, в принципе, недалеко. Сколько километров? 500 километров. На машине-то можно быстро доехать. Что с вами? Нравится? Ну вот. Москва у нас не впечатлила. А поезд, как они хотели, жаждали на нем покататься. Так они счастливы остались. В общем. Друзья, дальше должно было начаться видео из Воронежа. Но я решила более подробно остановиться на теме транспорта. Чтобы больше уже не касаться этой темы. Добавить хочу немного конкретики, чтобы не быть голословной. Все-таки дорога это самое неприятное, что с нами случилось в этой поездке. Обещаю, позитивные видео тоже будут. Тут не все так плохо в России. Эти кадры я снимала уже на обратной дороге. Причем в самые сложные моменты мне было не до камеры. И я снимала только тогда, когда появлялась такая возможность. Так какой же ужас и ад ждет путешественника в Москве? Давайте разберемся по порядку. Во-первых, все эти вокзалы и метро были спроектированы очень давно. Во времена, когда люди еще не знали, что такое кондиционеры или какая-то безбарьерная среда. Все понятно, но на дворе 21 век. Духота там такая, что все люди находятся в каком-то предобморочном состоянии. Они все бегут, выпучив глаза, вцепившись вот в эти свои чемоданы, котомки. И в этом бурном потоке людей вы не можете остановиться, сосредоточиться, подумать, посмотреть, может быть, в карту. Вы вообще ничего не соображаете. Вы просто плывете по вот этому шумному, беспорядочному течению. Еще одна жесть – это пропускные системы. То есть это там, где вы покупаете билетики, и вам нужно пройти. Нам почему-то выдавали всегда везде семейный билет, один на всех. Пройти по нему не было возможности. Мы всегда просили каких-то служащих нам помочь. Вот в этом потоке ужасном, который вас несет, вы не можете сделать шаг ни вправо, ни влево, потому что вас просто снесут. Ангелинку даже давили там пару раз, она плакала. Что такое? Вот в этом потоке вам нужно встать, где-то найти служащего, подойти к нему, попросить, чтобы он вас провел через эту хрень. Пару раз Ангелинку очень сильно била дверьми, когда мы вот проходили именно по этому семейному билету. Если у нас скорее вот эти дверки, они чисто символические, они никогда вас не ударят, то здесь они закрываются напрочь с такой силой, что у ребенка просто ушиб остался, а пухла рука. Представьте себе, какой силы вот эти дверки закрываются. Все, все, все. Все, все, все. Девушки отдыхают. Смешно! 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 Адже, аппа? Адже, аппа? Здесь аппа? Тут аппа? Здесь? Смешно! не опухла тут рука опухла рука теперь у нее случается истерика когда она видит вот эти пропускные пункты и все ребенка теперь уже не переубедить что они безопасны даже будучи в корее следующая ну про грязь и отсутствие туалетов я уже говорила я повторяться не буду про безбарьерную среду тоже кое-где на лестницах кинули такие знаете железные пандусы полоски ими вообще никто не пользуется я ни разу не увидела чтобы кто-то ими пользовался вообще непонятно на что они рассчитаны на инвалидную коляску или детскую коляску или на чемодан по-моему они вообще ни на кого не рассчитаны и никто никогда не рискнет ими воспользоваться еще одна жесть это сканеры на входах везде только успевай скидывать все сумки себя с детей все 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 вот это вот проверяют на проверку вышел даже подышать на улицу на минуту при входе обратно в вокзал изволь опять все это снять себя и отдать на проверку в общем друзья я сняла это видео не для того чтобы сказать что москва грязная или неудобная москву мы и не видели по сути речь здесь идет только о транспорте и транспортной инфраструктуре если кто-то планирует поездку с маленькими детьми в россию пусть будут готовы к таким вот трудностям даже если ваш ребенок давным-давно не носит памперсы лучше оденьте в дорогу нам с ангелинкой просто приходилось из метро выбегать на улицу и писать прям на забор на глазах у всех прохожих и еще не пейте пиво в московском аэропорту ни в коем случае там всего один туалет и очередь в него по 40 минут вы просто рискуете опоздать на рейс в общем про аэропорт отдельное видео я тоже не буду делать хотя я там и наснимала кучу всего в общем там все плохо как и везде вы думаете это аэропорт камбоджа или филиппин нет это московский аэропорт темный грязный громкий вообще как какой-то цыганский рынок это зал вылета вы здесь третий этаж а если вы хотите в туалет вы должны спуститься на второй этаж чтоб сходить в туалет на четвертом вы тоже не сходит потому что там только для персонала а в пятом вообще у вас выхода нет короче во всем аэропорту туалет и только на втором этаже хотите хотите такой жести еще сидим в кафешке здесь есть детские раскраски и нет вайфая про киньте только на русскую карту есть вайфай например с какими-то иностранными телефонами у вас не получится подключить здесь вайфай и мама сейчас переживает она всю дорогу в пользу сейчас будет переживать за нас а мы даже и не можем сообщить что у нас все нормально это просто ужасно когда в аэропорту нет вайфая так быть не должно мы идем в русский щупа в русский магазин это закрывался ведь это не война началась это не бомбят воронеж это лифт закрывается можно поснимать ваши дороги ангелина осторожно смотри но у вас тут сортирует я понимаю отдельно пластик да это еще самый современный стандарт да автобус в россии иконка висит на шторке это вам не халям-балям вот такие виды если я снимаю видео из кореи мне жаль что не передаются запахи то здесь я счастлива что камера не передает те запахи которые здесь присутствуют вот школа нет светофора прикиньте вот так у них у везде так пешеходные пешеходные переходы машины несутся за скоростью сто километров в час дети переходят из школы дорогу и нет светофора так что как это вам нравится как это вам нравится тюрька тюрька в третью все